Привет, друзья! Сегодня к нам на рассмотрение попала такая рыбка, как барбус. Опасна ли она для других аквариумных обитателей? Об этом в этом ролике, а с вами Акварий и я, Валерий Иванцов, поплыли! При слове барбус, люди сразу думают вот про эту рыбку. Это суматранский барбус. Но у нас на звании вопрос, опасен ли он. Дело в том, что барбусов достаточно много. Огромное количество разновидностей. Пятиполосый барбус, золотистый барбус, алый барбус, двуточечный барбус, барбус шуберта. Все барбусы хорошо уживутся в большом многовидовом аквариуме, хотя родом они все из разных мест. Суматранские барбусы родом из Суматры, Келимонтана, Борнео. Огненные и алые барбусы родом из Индии. А зеленые барбусы приплыли к нам из Китая. Барбус суматранский. Очень красивая, быстрая, активная рыбка, но имеет достаточно бойкий, я бы даже сказал, бандитский нрав. Они любят подраться и между собой, но до тех пор, пока не установится, строгая иерархия. И доставят проблем другим обитателям аквариума, если у вас не видовой аквариум. Они очень не любят медлительных рыбок, таких как гупики, петушки, либо золотые рыбки. Всем им они обдерут обязательно хвосты. Суматранские барбусы достаточно красивые рыбки. По золотистому телу проходят четыре вертикальные черные полоски. Но у самцов, в отличие от самок, красная рыльца и кончики плавничков. Но далеко не все барбусы забияки. Бенгальские усачи, двуточечные барбусы, достаточно скромные, пугливые рыбки. Им обязательно нужны водоросли, коряги, растения, чтобы они в них прятались в случае опасности. Стайка небольших двуточечных барбусов любит плавать возле дна, на границе с растениями и открытой местностью. И в случае опасности быстренько туда прячется. Этим барбусам необходимо укрытие из коря, камней, растений, чтобы они там прятались. Чтобы они там чувствовали себя уверенно и спокойно. Но при этом, если их начать кормить живым кормом, скромность их быстренько исчезает. И у дна начинается настоящее веселье. Соседи барбусов, если их не кормить отдельно, останутся голодными. Во время нереста двухточечные барбусы преображаются. Их розоватая полоса, идущая вдоль тела, становится ярко-красной. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, переходить в группу ВКонтакте. Для нас это очень важно. Спасибо, пока! Продолжение следует...